МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нынешний зимний рыболовный сезон можно назвать зимним с большой натяжкой. Погода подложила свинью любителям зимней ловли. Да и не только им. Холода, метели, пушистый новогодний снежок можно было увидеть скорее на поздравительных открытках, чем в реальности. Более-менее крепкий лед появился только в феврале, когда большинство рыболовов уже начинало потихоньку готовить летние снасти. Как назло, погодные аномалии совпали с периодом подготовки рыболовного фестиваля. И хотя не смогли помешать его проведению, но сильно повлияли на количество участников. Фестивальное движение, возникшее в 2001 году, долгих шесть лет постепенно подбиралось к столице. И в марте этого года остановилось в полушаге от нее. На Москве-реке, в Микининской пойме, в километре от Московской кольцевой дороги и в 500 метрах от крупнейшего выставочного комплекса «Крокус-экспорт» – место проведения ежегодной рыболовной выставки, в рамках которой, собственно, и проходил очередной фестиваль рыбака. Надо отдать должное организаторам фестиваля и, прежде всего, администрации Красногорского района Московской области, которые сделали все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность участников в непростых ледовых условиях, организовали культурную программу и горячее питание. Все было согласовано заранее и расписано по минутам. Не удалось только получить добро у руководителей небесной канцелярии. Погода, прямо скажем, подкачала. Но, как говорится, матч должен состояться при любой погоде. Тем более, что народная рыболовная мудрость гласит «Чем хуже для рыбака, тем лучше для рыбы». Впрочем, у народа есть еще много разных пословиц и поговорок на эту тему, многие из которых прозвучали со сцены на церемонии открытия. После добрых напутственных слов участники отправились на водоем, а организаторы провели короткое совещание, на котором было принято решение изменить регламент мероприятия и провести не два тура, как обычно, а один, который должен выявить победителя. Несмотря на немногочисленность участников, фестиваль мог по праву претендовать на звание не только всероссийского, но и международного, поскольку один из рыболов приехал из Украины. Забегая вперед, отметим, что одержать победу зарубежному гостю не удалось, но удовольствие от участия он получил, как, впрочем, и все остальные отечественные рыболовы. Пока ножи ледоборов участников фестиваля вгрызались в темный мартовский лед, члены оргкомитета решили пройти по выставочным павильонам. Благо, что погодные условия внутри подчинялись воле человека. А стало быть, сильно отличались в лучшую сторону от тех, что были снаружи. Но и внутри была рыбалка. Правда, носила она скорее виртуальный или теоретический характер. Помните, как в старом анекдоте? Когда научитесь плавать, тогда и воды нальем. В данном случае более подходит другая версия. Когда научитесь ловить, тогда и рыбу запустим. На Москварике, что в Микининской пойме, где проходил фестиваль, что в находящейся по соседству Строгинской пойме, с рыбой все в порядке. Она есть. Только вот поймать ее совсем непросто. Ученая она там. Довольно большое количество рыбаков, собирающихся здесь в погожие дни, активно участвуют в тренировочном процессе. Результатом которого становится появление целого сообщества представителей ихтиофауны, которые категорически отказываются клевать на любые насадки, точно зная, что до добра это не доведет. Поэтому каждый раз на этом водоеме приходится подбирать новые пилчики к продвинутым обитателям, менять насадки, характеры игры, темп проводки и применять прочие рыболовные хитрости. Примерно то же самое происходит на выставке, где искушенному рыбаку производители и продавцы предлагают новые удилища, лески, крючки, катушки и прочую рыболовную всячину. Заодно можно посмотреть, на чем и с кем ездить на рыбалку. И главное, зачем. Действительно, зачем люди ездят на рыбалку – ключевой вопрос, ответ на который все участники и посетители выставки, равно как и участники фестиваля, отлично знают. Люди, далекие от рыбалки, скорее всего скажут, что за рыбы, но будут далеки от истины. Рыба – это только некая форма отчетности перед непосвященными, что ты действительно был на рыбалке. На самом деле, на рыбалку ездят за общением, с природой и себе подобными, и за положительными эмоциями, которых в обычной жизни не всегда хватает. И несмотря на то, что сначала эти эмоции носят индивидуальный и личный характер, постепенно они приобретают характер общественный, превращаясь в рассказы, истории и байки, которые хоть до какой-то степени передают восторг человека, непосредственно принимавшего участие в описываемых событиях, а может быть и не принимавшего. Да так ли это важно по большому счету? У многих рыболов, сидящий на фоне городского пейзажа, вызывает по меньшей мере недоумение. Может быть, чуть меньшее, чем человек, собирающий грибы в городском сфере, но все-таки. Век демократии приучил нас более спокойно реагировать на объект недоумения, а заодно и видеть другие мотивы в поведении человека, кроме поисков по питанию. Будем считать этого рыболова этаким ихтиометром, который определяет наличие рыбы в реке, протекающей через многомиллионный мегаполис. Просто сейчас у него нет возможности куда-нибудь поехать, а порыбачить хочется. К счастью, для желающих поехать предложений год от года становится все больше. Свободный капитал довольно оперативно заполняет пустующие ниши на рынке предлагаемых услуг, а наличие конкуренции постепенно поднимает качество этих услуг до весьма достойного уровня. Причем эта тенденция прослеживается не только в богатых рыбах, удаленных от столицы регионах, но и в ближайших пригородных зонах, где появилось достаточно много культурных рыбных хозяйств, где за определенную плату можно гарантированно утолить рыболовный голод и до определенной степени удовлетворить свои рыболовные амбиции. Акватория Москвы-реки сильно отличается от искусственных водоемов по видовому составу рыб и их размерным характеристикам. Но сам процесс рыбалки, если оценивать его получаемыми ощущениями, отличается не так сильно. Отрадно отметить, что на рыболовном рынке страны появляется все больше отечественных товаров, цена на которые существенно ниже, чем у зарубежных аналогов. А вот рыбу они ловят ничуть не хуже. По всей видимости, у российских рыб постепенно проходит увлечение заграничными штучками. И они начинают патриотично обращать внимание на отечественные снасти, которые, чувствуя это, и в самом деле принимают все более цивилизованный вид и обладают весьма достойными характеристиками. Все идет к тому, что не за горами тот день, когда между нашими рыбами и нашими же снастями установится гармоничное взаимопонимание. Некоторые начальные элементы этой зарождающейся гармонии можно было наблюдать на взвешивании улов участников фестиваля. Как правило, подобные мероприятия и так проводятся не в местах массового скопления рыбы, иначе соревнования могут превратиться в промысел. А с учетом совсем непростых погодных условий уловы можно считать вполне зачетными. В них преобладал окунь, палочка-выручалочка всех рыболовых-спортсменов. Самый крупный потянул на 125 граммов и без натяжки может быть причислен к разряду трофейных. Остальные его собратья были куда мельче и старались взять количество. Практика довольно распространенная, но не всегда приводящая к успеху. Для убедительной победы одного количества недостаточно. Желательно задействовать и вес, и размер рыб, ну или отличиться оригинальностью их видовой принадлежности. А поскольку никому толком это не удалось, то интрига с определением победителя сохранялась до самого конца, когда выяснилось, что вес победного лова составляет 351 грамм. Главный приз победителю фестиваля предоставило российское представительство шведской компании «Хоскварна», которая давно и успешно сотрудничает с нашей программой и охотно участвует в подобных мероприятиях. Компания производит не только бензопилы, тринеры и газонокосилки, но и мотоледобуры, которые пока не получили у нас широкого распространения, но без сомнения являются весьма полезным элементом экипировки серьезного рыбового зимника. А вот ледобур обычный, это основной спортивный снаряд в традиционных соревнованиях на скоростное бурение лунок, которые проходят азартно, зрелищно и сразу выявляют победителя. Как правило, в подобных состязаниях у молодости есть определенные преимущества перед мудростью и опытом. Наши поздравления. Рыболовные фестивали с небольшим количеством участников, но с серьезной организацией и подготовкой в лучшую сторону отличаются от массовых соревнований тем, что уровень проведения и атмосфера праздника такие же, зато призы и подарки достаются всем без исключения. И это реальная награда тем людям, которые, невзирая на пессимистический прогноз погоды, который полностью подтвердился, и объективную сложность выбранной акватории, все-таки пришли, увидели и победили. Именно ради таких и для таких преданных рыбалке людей и имеет смысл устраивать настоящие праздники, общее настроение которых складывается из отдельных, но очень похожих, правильных искренних отношений людей друг к другу и к делу, которое они любят. А главный приз фестиваля, по иронии судьбы или волей проведения, достался женщине аккуратно кануне 8 марта. Понятно, что мужчины не могли равнодушно смотреть ни на приз, ни на его обладательницу, а вместе они смотрелись просто идеальной парой. Вот таким получился рыболовный фестиваль в километре от Московской кольцевой дороги и в 500 метрах от павильона Крокус-Экспо, где проходила ежегодная рыболовная выставка. А со свиньей, что подложила нам погода, мы поступили по справедливости. Редактор субтитров А.Семкин